Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Просят вмешаться в ситуацию. В Алтайском крае может исчезнуть крупное озеро. Пошли еще выше. Дело об издевательствах в Барнаульском детском саду «Хэппи Бэби» могут пересмотреть в Верховном суде. Кому аллея памяти воинов, кому скульптура главному злодею русских сказок. В Тольменском районе разгорелся конфликт вокруг Кащея Бессмертного. Штормовой прогноз по пожароопасности продлили в Алтайском крае. Кроме того, в течение нескольких ближайших дней в регионе, по прогнозам синоптиков, будет бушевать непогода. С 5 по 8 июля в Бийске, Бийском, Зональном и Черышском районах сохранится высокая пожароопасность. А между тем, накануне в регионе отменили особый противопожарный режим, который действовал в регионе с 26 июня. Причина – стабилизация погодных условий и обстановки по пожарам на большей части территории края. А между тем, синоптики обещают, что 5 и 6 июля на Алтай обрушатся неблагоприятные погодные условия, в том числе грозы. Порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Грозовая активность возможна в Бийском, Заринском, Кытмановском, Смоленском, Троицком и Целинном районах. А между тем, в Барнауле сегодня официально открыли городской пляж на острове Помаскин. Большая вода, по словам специалистов, мешала сделать это раньше. Обошлось без торжеств по случаю. В прислужбе мэрии сообщили, что акваторию пляжа обследовали, дно очистили. На территории убрали мусор и оборудовали ее туалетами и душевыми. На пляже работают спасатели. Приобрести и съестное, и напитки тоже можно. Скоро здесь откроют торговые точки с продуктами. Санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что водный объект соответствует санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья людей, сегодня получено, отметил первый заместитель главы Центрального района Юрий Сарайкин. Сегодня в первой половине дня на пляже барнаульцы уже купались и загорали. Всего в краевой столице безопасными для отдыха считают 15 мест, в том числе городской пляж, а также 7 открытых бассейнов. Это данные начальника по делам ГОИ и ЧАЭС Барнаула Владимира Драчева. Опасными для купания признаны 25 мест. На Балтайском крае может исчезнуть крупное озеро. Речь идет о водохранилище в Калманском районе. Недавно там почти разрушилась плотина, и теперь местные жители бьют тревогу. Уже в следующем году от озера может остаться одно болото. Причем эта проблема не только жителей села. На озеро приезжают отдыхать и рыбачить из других районов и Барнаула. Масштаб трагедии оценила Ирина Корчагина. Да все ходят. А куда, где ходить? Здесь все заросло. Речки, здесь речка, там ни мостов, ничего нет. Здесь вот вы видите сами, что здесь происходит. Почти полностью разрушенная плотина и озеро, которое скоро превратится в болото. Сооружение, которое еще помнит дореволюционные времена, никогда не видело капитального ремонта. Весной этого года левый борт плотины закономерно упал. Жители разъезда Шиловский бьют тревогу. Ладно, скоро ходить негде будет. Сердце болит за озеро. Это водохранилище, как и само село, появилось благодаря железной дороге в начале прошлого века. Здесь заправляли паровозы. Паровозы ушли, а озеро осталось. Здесь купалось народу. Она как жемчужина была, это озеро. И соседние из деревень приезжают. Они сейчас приезжают люди сюда купаться. Потому что дальше не в Шилово, здесь вот дальше в деревне. Нет уже близких озер таких. Их вообще нет. В Шилово приезжают, да многие приезжают. В Ново-Романово, Топчихо, Барнаул, отовсюду. С труда. Мальчишки на велосипедах приезжают. Все рыбаки заядлые, все здесь. Уровень воды уже упал, говорят местные. В этом году еще может оно простоить. Может быть. А весной его не будет, если его не сделать. Здесь есть бобры, норка, андатра, цапли, лебеди весной и осенью прилетают. Утки, вот пожалуйста. Только долго ли им осталось жить? О вероятной экологической катастрофе, как оказалось, знают не все. И это касается тех, у кого эта катастрофа происходит прямо под носом. Наш телеканал отправил запрос в администрацию Калманского района. А местные жители уже решили подключить депутатский ресурс. Накануне они собрали подписи, которые направят в Алтайское законодательное собрание. Просто жалко будет озеро. Очень жалко. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Бывший вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев останется под стражей до 9 августа. Решение о продлении срока содержания в СИЗО принял сегодня индустриальный районный суд города. Бывший замглавы Барнаула в общей сложности пробыл там уже полгода. Его обвиняют в получении взятки от барнаульского перевозчика в размере 2 миллионов рублей. К слову, расследование уголовного дела в отношении последнего Олега Бесчастного уже завершено и направлено в суд. В отличие от Шеломенцева, Бесчастный изначально находился лишь под подпиской о невыезде. Что касается бывшего вице-мэра, то сегодня стало известно, что его обвиняют уже по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо получения взятки, ему инкриминируют также взятку в крупном размере. Сообщается, что это связано с путепроводом на новом рынке. И третий эпизод – за отмывание денежных средств в крупном размере. Отмывание денег может быть связано как с Олегом Бесчастным, так и с путепроводом на новом рынке. Шеломенцев брал взятку и у директора томской компании «Запсипмост». В ходе сегодняшнего заседания прокурор заявил, что бывший вице-мэр может надавить на свидетелей, а по делу еще не все выполнены процессуальные и следственные действия. Дело об издевательствах в Барнаульском детском саду «Хэппи Бэби» могут пересмотреть в Верховном суде. Родители пострадавших детей надеются, что там они наконец-то добьются справедливости, а воспитатели и заведующие детским садом отправятся за решетку. Обо всем подробно расскажет Ирина Корчагина. Кемерово, касационный суд на связи, суд Центрального района Барнаула и воспитательница на связи из СИЗО. Это уже седьмое решение по делу «Хэппи Бэби». Суд первой инстанции, апелляция, касация и так по кругу. Напомним, в конце 2017 года на камеры видеонаблюдения попали факты жестокого истязания воспитанников. На кадрах малышей пинают в живот, швыряют, зажимают лицо подушками, закрывают в темных помещениях. В декабре 2021 года Центральный районный суд огласил приговор воспитателям и заведующим детским садом, в котором издевались над детьми. Но вместо реального срока подсудимые получили условные. Все эти годы родители продолжали бороться. И вот в ноябре прошлого года впервые одну из воспитательниц взяли под стражу прямо в здании суда. «Основное наказание, назначенное по пунктам А и Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, до трех лет, двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять Нагих под стражу в зале суда». Это Татьяна Нагих. Реальный срок получила еще одна воспитательница Оксана Чегрова. Три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако суд отсрочил ей наказание, пока ребенку Чегровой не исполнится 14 лет. Родители считают, что педагоги не понесли заслуженного наказания. Например, заведующая детским садом Елена Воротникова получила лишь штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Кемерове представитель Генеральной прокуратуры назвал это наказание не просто формальным, а абсурдным. «Сегодня в судебном заседании были рассмотрены жалобы как подсудимых, так и потерпевшей стороны. Подсудимые просили их оправдать, смягчить им наказание. Доводы наших жалоб сводились к тому, что приговор, назначенный подсудимым, несоразмерно мягкий, не соответствует тяжести содеянного. И такой приговор, как акт правосудия, не восстанавливает социальную справедливость». Кассационные жалобы обеих сторон Кассационный суд решил оставить без удовлетворения. Но именно это решение теперь дает родителям право обратиться в Верховный суд. «Решение суда может быть так жалобно. Судебный рассмотритель по уголовным делам Верховному суда Российской Федерации». В начале августа участники процесса смогут получить решение суда на руки. И сразу после этого родители напишут жалобу в Верховный суд. Как нам стало известно, накануне было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с пребыванием детей в детском саду «Хэппи Бэби». Совсем скоро общество узнает о всех подробностях этого дела. Кстати, на этом заседании одна из воспитательниц отметила, что пора бы родителям уже простить подсудимых. Вот только за эти годы прощения за истязание детей никто так и не попросил. Ирина Корчагина, День с толком. Лучшего водителя автобуса выбирали сегодня. Последний раз подобный профессиональный конкурс в крае проводили 11 лет назад. Почему его решили возродить? Какие испытания ждали водители, а призы победителей, расскажет Юлия Щепина. С таких эмоций в рамках ежегодного краевого конкурса «Лучший по профессии» начались соревнования среди водителей автобусов в крае. «Это самые суровые водители из всех водителей. Я как сын шофера это четко знаю. Почему? Потому что на вас лежит огромная ответственность за пассажиров, ответственность со всех надзирающих органов. Ваши работодатели об этом не понаслышке знают. Поэтому сегодня мы увидим сильнейшего из сильнейших». За звание сильнейшего борются 21 участник из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Первомайского района. Причем как опытные водители со стажем порядка 40 лет, так и новички. Самый молодой участник конкурса 22-летний потомственный водитель автобуса Павел Петров в профессии 10 месяцев. «Я работаю на 120 маршруте. Выбрал его, потому что у меня там отец работает. Я такой думаю, ну, я тоже хочу попробовать. Я пришел с армии, сдал категорию». «Почему решили в конкурсе поучаствовать?» «А мне интересно, потому что. Я, мало ли, может, выиграю еще. Ну, я так уже понял, что...» Проверка теоретических знаний ПДД и, конечно, практика. Змейка, стоянка, остановка, колея, эстафета. Всего 9 заданий. Практически все маневры водители выполняют в своей работе ежедневно. Кстати, подобный конкурс в последний раз проводили в 2013 году. Сейчас решили возродить. «Для чего этот конкурс проводится? Не только выявить и определить лучшего водителя. Это, безусловно, одна из целей данного конкурса. Но в то же время мы хотим популяризировать этот вид профессии, потому что на сегодняшний день водители – это ценный у нас, скажем, кадр на рынке труда. И дай бог, что мы благодаря этому конкурсу сейчас все-таки пополним ряды водителей». В Крае действует ряд программ для привлечения водителей в профессию. Такие, как бесплатное обучение с последующим трудоустройством, переобучение и другие. Между тем, победителей и призеров конкурса ждет денежный бонус в размере 180 и 60 тысяч рублей. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Для школьников из Луганска сегодня стартовала университетская смена на Алтай. Федеральный проект реализует у нас в Крае уже второй год подряд. Его цель – познакомить подростков из Луганской и Донецкой народных республик с культурой и историей российских регионов. Сегодня на базе Алтайского государственного университета стартует университетская смена. 97 школьников в возрасте от 14 до 16 лет проведут в Крае больше недели. Их разместили в общежитии классического вуза. Для детей запланирован ряд тематических экскурсий. На родину космонавта Германа Титова в село Полковниково и на родину писателя и режиссера Василия Шукшина в село Сростке. Также гостям покажут алтайскую здравницу Белокуриху. Познавательная программа пройдет и в госуниверситете. Школьники посетят научные лаборатории, музеи, пообщаются с местными учеными. Как здорово, что есть эти университетские смены, чтобы школьники с новых территорий, которые наконец-то стали нашей частью, смогли посмотреть, охватить страну не только на карте, но и прочувствовать, узнать, чем живет страна, как устроен быт. В одном из сел Тольменского района разгорелся настоящий конфликт между родными участников разных войн и главой местной администрации из-за памятника, посвященного необычному персонажу – Кащею Бессмертному. Эту скульптуру установили как напоминание о том, что в Озерках в годы Великой Отечественной войны снимали одноименную сказку. Но селяне считают, что Кащею – не место рядом с аллеей памяти погибших бойцов, которую заложили два года назад. В ситуации разбирался Данил Кузнецов. Древнее зло вернулось в село Озерки Тольменского района и посеяло яблоко раздорами жителей местных. Только в этот раз Кащею Бессмертному не понадобилось сжигать деревню и воровать невесту, как это было в одноименном фильме Александра Роу, который снимали неподалеку. Лишь от вида чародея на площади Центральный Люд простой впал в ступор, ведь расположился этот злодей окаянный, близ сада памятного, с героями жизни реальной. У меня сын погиб в 22-м году, 21 апреля. Ему было 21 год. 5 мая нас пригласили на международную акцию «Памятный сад», где проходила у нас в Озерках аллея памяти. Было посажено дерево, было приглашено. Много людей, посадили 23 березки. За садом памяти матери регулярно ухаживают. И костлявый сосед, которого расположили в августе 2022 года, их не устраивает, несмотря на то, что он считается брендом озерок. Почему он должен быть брендом нашего села? Богатырь, он боролся, допустим, со злом. Это тоже зло. Понимаете? Нет. И наши дети пошли на эту операцию военную и погибли. Они жизнь отдали, а жизнь – это самое главное. Восемь лет прошло, да. А место, где снимали этот фильм, народ до сих пор называет «Кощейка». Вообще фильм-то ассоциируется с самым ярким, таким колоритным персонажем, Кощеем бессмертным, который, да, отрицательный. Ну что, все равно у нас добро зло победило, но это же сказочный герой. Ну не надо из него идола какого-то делать, и там бесса, и так далее. Перемещать Кощея пока никто не собирается, утверждает глава сельсовета. Единственное место, которое бы ему подошло – озеро Большое займище, на котором в 1943 и 1944 годах велась основная часть съемок фильма. Однако оно полностью заросло, а от реквизита в виде деревни за десятки лет не осталось и следа. Хотя планы по возрождению водоема есть. А пока среди ближайших планов на площади рядом с Кощеем сделать стенды, которые бы рассказывали о фильме и истории озерок. Не исключено, что в будущем может появиться целый уголок с другими арт-объектами из фильма. Однако все может измениться, если большинство людей на сельском собрании выступят за снос или перемещение скульптуры. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. От нашествия американских тараканов страдают бейчане. Люди жалуются, что неприятные насекомые не только огромного размера по сравнению с привычными пруссаками, но их к тому же крайне трудно вывести. Насколько опасны усатые чужеземцы-гиганты и можно ли, по мнению специалистов, от них все-таки избавиться? Смотрите в сюжете. Американские тараканы. Большие. Похожи на жуков. Ну вот, буквально вот они, возле мусоропровода. Считают себя хозяевами в доме, выглядывают из щелей и шныряют под ногами. Дом на Ударной за планировку прозвали Китайской стеной. Здесь, по мнению жителей, самое большое скопление насекомых в Бийске. Впервые сразу, в большом количестве, они появились в городе 15 лет назад. Узатых регулярно травят, но они возвращаются вновь и вновь, постепенно расширяя ареал обитания. Тараканы буквально повсюду. У подъезда, в подъезде, на лестничных площадках, на лестницах, в квартирах. Мюшкин кот, сколько же их тут? Вот они тут прям вот понабились. При этом увеличение популяции тараканов, которые хоть и зовутся американскими, но чья родина Африка, санэпидемстанция не отмечает. Говорят, заявок и сейчас, и 10 лет назад поступает одинаковое количество. Но специалисты признают, разнообразие видов заметно расширилось. Есть азиатские, американские, казахстанские. Доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова, рассказала, что усатые выходцы из разных стран, по большому счету, вреда человеку не несут. Ну, они неприятные, хотя, на мой взгляд, симпатичные. Ходят, гуляют, шуршат за батареей. А так они абсолютно безобидны для человека. А вот дезинфекторы считают иначе. По их мнению, насекомые, вредители, переносчики огромного количества заболеваний. И с ними обязательно нужно бороться. Особи, кстати, они очень быстро разводятся. Захстанские, американские их называют. И они очень быстро дохнут. Наши прусаки – это самые стойкие. У них щетинистый слой не становится толще. Они только травятся через пузико, скажем так. То есть обработала поверхность я ядом, он должен пропасти по этой поверхности. И через кишечный тракт у него пройдет отравление. К сожалению, когда щетинистый слой толстый, хоть 25 раз он там приползет, то есть ему надо окунуться там полностью, понимаете? До перерождения уже насекомого. И биологи, и дезинсекторы уверенно сходятся в одном. Тараканы покинут квартиры только в одном случае – в тотальном соблюдении санитарных норм в здании, отсутствии еды, а главное – при полном отсутствии воды. Похоже, бейчанам и дальше придется жить с тараканами. Елена Кузовкина, Евгений Жутова, Илья Питков. День с толком. Бал золотых юбиляров семейной жизни, приуроченный ко дню семьи, любви и верности, прошел в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая. 11 семейных пар, проживших вместе 50 и более лет, поделились личными секретами счастливого и долговечного брака и станцевали вальс. Отточенный шаг и нежность во взгляде. Так выглядит любовь со стороны. А что там происходит дома, когда двое наедине друг с другом, никто кроме них и не знает. У каждой семьи свои секреты долгой любви. Что важнее, найти сразу человека своего или все-таки притереться друг к дружке? Ну, у нас, видите, как притереться. У нас мы с детства притирались, мы вместе. Мы уже не представляем, как это быть отдельно. Ну, больше месяца мы, допустим, никогда не разлучались. Вот как с детства шло и шло. Большинство юбиляров сошлись во мнении, что крепким брак делают любовь, уважение и никуда без терпения. Традиционные семейные ценности. Мы об этом так много сегодня говорим. И вообще-то говоря, стоим за это. И в том числе с оружием в руках, как страна. Ну, конечно, хотелось бы всем пояснее и почетче понимать, а что же это такое. А это, дорогие друзья, это вы. Это вы, ваши судьбы, ваши семьи. Пример счастливых пар сегодня используют, чтобы укреплять семейные ценности среди подрастающего поколения. Когда ты вырастешь, у тебя получится такой же крепкий брак сохранить? Да. У тебя к этому есть какое-то стремление, мечты такие? Ну, я не знаю. У меня, я, как сказать, я не стремилась. Но я знаю, что меня есть парень, и я его очень люблю, и он тоже. Бал золотых юбиляров состоялся в преддверии Дня семьи любви и верности. Супружеские пары станцевали вальс, как в день собственной свадьбы, когда их любовь только зарождалась. А сегодня ей, вопреки расхожему мнению о том, что любовь живет три года, уже больше полувека. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все новости. Хороших всем выходных. И я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok